И всем приветиками и секретики, и вы сейчас в моем канале Секретока, и сегодня с вами снова я Силе, и сегодня у нас не пятница, у нас сегодня воскресенье, но выходит обустройство, потому что, ну, тут безвыходная как бы ситуация была, и я подумала, что, наверное, вам будет интересно посмотреть, как я обустрою новый домик для Силе, но это не новый домик, это будет просто переобустройство домика, в котором она уже живет, жила, жила, в котором она жила, и, в общем-то, давайте не будем затягивать, и уже поскорее начнем, так что я вам всем хочу пожелать приятного просмотра, как обычно, берите что-нибудь покушать, попить чайок, так далее, потому что, если честно, с едой намного быстрее и интереснее смотрятся видео, типа вкуснее, знаете, вот это вот все, поэтому советую вам брать что-нибудь покушать, пока вы смотрите мои видео, особенно если вы смотрите разговорные видео, это такие, как вопрос-ответ, обустройство и так далее. Ну, в общем, давайте с вами все-таки сегодня поговорим, поболтаем, вот такая у нас болтушка, сегодня будет видеоролик, видите, обустройство длинное, значит, я его и обустраивала очень долго, потому что я обычно всегда ускоряю на максимальную скорость, ну, если это получается, ну, я всегда обычно делаю обустройство больше восьми минут, у меня такая уже привычка, так скажем, потому что за восемь минут я, в принципе, успеваю обсудить все самое необходимое, поэтому у меня и занимает обустройство ровно обычно восемь минут, ну, чуть больше восьми минут, но когда у меня вот такие глобальные обустройства, это переобустройство для дома для ОС или обустройство дома для ОС, то у меня это может затянуться на очень-очень длительное время, как вы можете заметить, здесь аж тринадцать почти с половиной минут, это просто капец. Для ОС и для каких-то своих главных персонажей я всегда обустраиваю дома намного дольше, чем для каких-то, ну, знаете, посторонних, так скажем, либо если мне нужно просто есть задача обустроить, допустим, домик для мамы и ребёнка, допустим, да, то я могу это сделать, ну, довольно побыстрее, если бы, нежели чем вот это обустройство для своей же ОС-ки. Ну, потому что вы, наверное, можете понять то, что когда ты обустраиваешь дом для ОС, то вообще, в принципе, ты должна предусмотреть этот вариант, то, что у нас здесь будет жить несколько месяцев, чтобы всё было удобно, комфортно и так далее. Домик получился у меня такой уплотнённый, плотненький, мне, в принципе, такие обустройства больше нравятся, поэтому очень даже классное получилось обустройство, мне оно понравилось, и я могу поставить оценочку своему сегодняшнему обустройству, переобустройству дома Сили, ну, где-то... давайте 9 из 10, не будем завышать планку до 10, это уж вы, если захотите, то можете оценить на 10, я никогда не оцениваю на 10, только на девяточку, или 9,5, или 9 с хвостиком, это 9,9, допустим. Самый высокий балл, который я могу себе поставить, это 9,99 миллиардных, вот, из 10. Короче, давайте сначала с вами поговорим про самообустройство, а затем уже, если останется время, то на какие-нибудь отвлечённые темы. Итак, это обустройство, как вы уже поняли, делаю вот в таком домике, он называется что-то для питомцев, что-то типа такого, знаете. Он, на самом деле, очень комфортный, мне кажется, компактный, здесь можно делать красивое обустройство. Мне нравится планировка комнаты, то, как они сделаны, в общем, всё тут круто, мне прям нравится этот домик, тут уютненько. Поэтому Сили я и оставила здесь, тем более у неё уже заканчиваются деньги, чтобы так быстро менять дома. А вообще, почему я решила переобустроить дом Сили, это не по своей, как бы, воле, ну, нет, по своей воле, но не просто так, что вот сижу, сижу такая, и опа, что-то щёлкнуло в голове, такая, опачки, надо переобустроить дом для Сили, что-то он мне перенравился. Нет, это было совершенно не так, не при таких обстоятельствах. Было это всё при таких обстоятельствах, что я покупаю новое обновление недавнее, лучшие друзья, это пак мебели, захожу в Току, как бы обновляю, покупаю, да, всё это, захожу вроде как в домик, вроде как, и у меня вылетает Тока, я такая, ну, найс, я перезахожу, естественно, пак мебели новый-то остался, а вот мои старые домики обустроенные уже не остались, все слетели, поэтому и не было влогов на этой неделе, если вы могли это заметить, то есть вообще один влог был только в понедельник, а дальше все остальные видео такие нейтральные, то есть... Так что я думаю, что вы соскучились уже по влогам, и обязательно влоги будут, но прежде всего я ещё устрою завтра рум-тур. Так, давайте поговорим, пожалуйста, всё-таки про обустройство, то что-то мы немножко отошли от темы. Это планировка комнат. Планировку комнат я поменяла на этот раз, то есть она не такая, как была в прошлый раз. И, кстати, идеи моих обустройств вы можете брать, я всегда разрешаю брать идеи моих обустройств. В общем, первая комната, или это первая, ну, как бы, начнём с огорода, хотела сказать, боже, с ограды. В общем, у нас есть ограда, такая площадочка, там гуляют питомчики, силия, они там сразу могут покакать, пописать, там есть специальная территория, вообще просто люкс. И мне, кстати, на этот раз понравилось наибольшее, боже, что со мной вообще? Что я сегодня такая безграмотная? В общем, мне побольше понравилось сегодняшнее обустройство этого дворика, этой ограды дома. Оно получилось более какое-то красивое, как-то ещё сказать там, ну, было много каких-то диванчиков, там, костёр. То есть в прошлый раз мне показалась ограда какой-то пустой, и она очень сильно отделялась от всего дома в целом. В этот раз весь дом получился очень даже похожим и, в общем-то, хорошим. Супер домик. Я даже не знаю, какую комнату выделить, какая мне больше всех понравилась, потому что, вправду, все очень даже хорошо получились, поэтому выделять никакую не буду комнату. Ну, в общем, ограды. Затем мы заходим домой, там у нас прихожая, сразу же зал, и далее зона для питомцев. Отдельно вы можете увидеть, она отделяется как бы от всего зала в целом, потому что там реально только вот питомцы. Городок питомцев, потому что все прекрасно знают, сколько усилий питомцев. Так, кто у нас знает по количеству, сколько усилий питомцев, давайте быстренько перечитывайте и в комментариях пишите. Дальше на месте спальни, которая была усилием. В прошлый раз я решила сделать ванну. Да что ты говоришь, Вика? Что ты решила тут придумать? Если что, Вика, это мое настоящее имя. Реально, кто не знал. А вообще, кто не знал, у меня есть лайв-канал, так что подписывайтесь, там я про свою жизнь снимаю. Вот недавно в Артеке была, выкладываю влоги из Артека. Сейчас скоро, так же, думаю, школьный влог какой-нибудь выйдет, потому что в этом году хочу как-то попродуктивнее вести свой каналчик, лайв-канальчик, там всякие мое утро снимать, мой школьный день, мой нью хэйп... Ой, нью хэйпи... Мой хэйпи нью е, это Новый год. Так что давайте подписывайтесь, я, конечно, постараюсь. Вот. Ну, всё. Короче, так же у нас дальше идёт кухня. Кухня так и осталась на своём месте, где и была. И далее идёт уже не туалет, он был раньше здесь туалет, ванна, прочищенное всё вместе вообще. Теперь там у нас спальня Силии. Как-то так. Кстати, за всё обустройство мне даже успел съесть айпад. Просто капец. По времени обустройство заняло 2 часа. Помогите! А ещё в этом видео вы можете увидеть, во сколько я обустраивала этот прекрасный домик. Внимательный заметят, поставят на паузу и поймут, да, сколько я обустраивала. Если честно, меня это обустройство очень даже помотало, умотало, потому что было оно для меня каким-то тяжеловатым. Я вроде пыталась сильно ничего не менять, даже, если честно. Эм, ну как не менять? Вообще-то... Ладно, давайте упустим этот момент, пожалуйста. Хорошо, да? Ладно. 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 Честно, я вам всё говорила уже в первом обустройстве, как прошла неделя, я не помню, рассказывала вам или нет. Неделя у меня прошла супер. Если кто не знает, я сейчас в девятом классике учусь в реальной жизни, у меня такой прямо просто суета. И у меня 9 уроков в понедельник и во вторник, но в этот раз мне повезло, у меня не было 9 уроков во вторник. Спасибо большое. У меня было их только 8. Да. А вот в понедельник были все 9, и я, если честно, сошла с ума. Я потом еду, короче, на вокал, ещё дополнительно вокалом занимаюсь. Видите, какая я продуктив гёрл. И, в общем, я еду на вокал, и просто у меня в голове крутятся всякие формулы по алгебре, геометрии, физике, потом всякие времена, глаголов fast, simple, perfect по-английскому, всякие глагольные, сказуемые, простые, составные по-русскому и так далее. Я уверена, что вы больше, большая вероятность ничего не поняли сейчас из сказанного мной, да, потому что я знаю, что моя аудитория, ну, очень мало человек, которые мои сверстники, которые меня смотрят. Я вообще, если честно, не знаю, есть ли сверстники, которые меня смотрят, типа, отзовитесь, люди, которым 15 лет, отзовитесь в комментариях, пожалуйста. Так что наверняка вы, мои ребятки, еще вам все предстоит это узнать, но вы не переживайте, вы не бойтесь, у вас все обязательно получится, я вас точно верю. Также вышло у нас новое обновление на этой неделе, я опять завожу про эту тему, но, ребят, нужно же как-то обсудить, все-таки не приходить же это стороной. Обновление хорошее, я очень много добавила всяких вещей, если честно, оттуда, из этого нового обновления, из этого пака мебели в свой домик, вот, силии. Также пошла в школу, тут набрала еще всяких вещичек, вообще по всем локациям пришлось набрала вещичек. Но я, кстати, вот уже играю в току сколько? Подождите. Капец, ребята, четвертый год пошел, как я в току играю уже. Четыре года, в следующем году юбилей. Я в шоке. Ну, короче, я уже такая опытная, что, типа, я вообще с легкостью нахожу предметы всякие, просто закрытыми глазами уже, знаете, тыкаю там. Просто, как это называется там? Скажите, я вам скажу. Ну, короче, не скажу. I'm so sorry, ребята, если что-то переводится как простите меня. Короче, простите меня, ребятки, просто я этот видос записываю в 2 часа ночи. Я совсем. Не повторяйте за мной. Так, в 2 часа ночи нужно спать. Спать. Это самое лучшее в 2 часа ночи. Я бы сейчас беспробудным сном спала, но я записываю для вас видео, чтобы вы, мои любимые секретики, посмотрели этот видеоролик завтра. Ведь я не хочу вас составлять без видео лишний раз. Я стараюсь, честно, снимать для вас видео. И да, мне правда намного тяжелее сейчас снимать эти видео, нежели это было в прошлом году или летом. Летом, понятное дело, было видео намного легче снимать, ведь там ну, столько свободного времени, да, и ты сам его распределяешь, и здесь у тебя всякие нагрузки. я сейчас еще и по репетиторам поехали. Мы, да, я точнее, люблю обобщать, просто не судите меня за это. А еще, кстати, немножко приболела, но это вообще так. Крайне, крайне, я уже почти вылечилась, иду на поправочку, так что не переживайте. А сейчас будет на ваших экранах прекрасный результат этого обустройства, ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик об устройстве, подписывайтесь на мой канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А в комментариях обязательно напишите оценочку этому устройству. С вами была я, Силия, вы были на канале Secret Talk, всем пока-пока, и до встречи в новом видеоролике. Отличного вам настроения!